Дорогой, я телефон разбила! Опять? Я что, специально? Так это же третий за месяц уже, ну! Ну так случайно получилось! А ты знаешь, Людке муж айфон подарил, а не в девочине! На! Это что, айфон? Нет, это айкирпич! Противоударный! Ну, спасибо! Привет! Если твоя подруга часто бьет телефоны, или ты сам их бьешь, если твоя работа связана с пылью, водой, высотой, или ты любишь копать в лесу металлоискателем, рыбак-охотник-экстремал, то следует подумать над защищенным смартфоном. Уверяю, это очень интересная модель! Я не любитель такого формата, но мне он понравился! У него есть фишки, которых нету у 99% смартфонов! Сейчас немного расскажу о нем, а дальше, походу, девушка, конечно, испытает его, явно не сомневаясь! И главное, я хочу подарить этот смартфон своему подписчику, в честь 25 тысяч, которые близятся! Но спасибо, что вы есть, подписывайтесь и смотрите! Кстати, буду дарить не после тестов, а новой, запечатанной, у меня их два! Досмотрите до конца! Дорогая, ты не против, если я расскажу о нем на видео? А, что? Ой! Коробка, я вам скажу, достаточно большая, ощущается, что внутри не малыш! В комплекте у нас зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки, мануал, в котором есть и русский, кстати, видно, что на наш рынок тоже ориентирован. Кабель USB Type-C, наконец-то производители активно начали использовать этот удобный формат. USB-C переходник на наушники, так как входа по 3,5 миниджек тут нет. Это здесь оправдано, ведь смартфон обладает серьезным уровнем защиты IP68. Есть также заглушки, на всякий случай, от песка и грунта. Внешне данный смартфон приглянулся и мне, и нашей героине, хоть на нем нет яблочка. Дело в том, что одной из причин, почему меня не привлекают защищенные смарты, это их внешность и габариты. Рельефные монстры, похожие на трансформеров. Данный же смарт выполнен в более классическом стиле. Его защищенность выдают противоударные углы в первую очередь, и он похож на обычный 6-дюймовый телефон в чехле. Материал корпуса сзади очень плотный пластик, который не прогибается, и плотная резина по углам, сверху и внизу. Также металлические вставки по бокам. Все это придает ему прочности и монолитности. Кнопки тоже из металла, но они издают звуки. Можно играть, как на перкуссии. Это особенность конструкции и норма в этой модели. На стекло наклеена защитная пленка, которую пока снимать не будем, снимем в конце. Не зря же из завода наклеена. Хоть стекло тут и прочное, заявлено горело глаз. Но пленка при неудачном падении на камни, например, может спасти экран. Он тут на 6 дюймов. 18 к 9 стандартно сегодня. IPS Full HD. Отличная матрица, как для этого сегмента. Хорошие углы обзора. Настроек минимум, но есть защита зрения. И можно поднять чувствительность для работы в перчатках. Работает, но не идеально. Иногда не понимает касания. Запас яркости нормальный. Даже нижний порог вполне приемлем. Дисплей по балансу белого приятный. Не уходящий в синеву. Кнопки. Их больше, чем обычно. Слева качелька громкости и... Думали питание? Э, нет. Это кнопка для вызова Google Ассистента. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Если нет, советую использовать. Реально классная штука. Какой сегодня день? Пятница. 8 марта 2019 года. А какой курс доллара? 1 доллар США. Это 26 гривен и 36 копеек. Напомни мне сегодня в 10 вечера пойти погулять. Окей, я напомню вам 8 марта 2019 года в 22 часа. Огонь. Спасибо, мне очень приятно. Справа кнопка питания и неподалеку кнопка активация камеры. А наш спуск затвора. Глазок камеры тут один. С немного выступающей для защиты окантовкой. Тут же сканер рядом. И работает он очень точно и достаточно быстро. С приятной виброотдачей. Есть два микрофона. Один сверху, второй внизу. Рядом с USB-C разъемом. Смотрим на 4 отверстия под динамики. И действительно, тут целых 4 динамика. Не зря же тут написано LGBL. Я проверил и что могу сказать. Орет, мама не горюй. Реально громко, но слегка пискляво. Басов не хватает в основном средина и высокие. Ведь для образования хороших низких частот нужен резонатор. Но такой смарт подойдет, например, тем, кто работает в шумных местах. Мало, очень мало смартфонов с такой громкостью и 4 динамиками со стерео. На природе можно слушать радио и все хорошо слышно. Тут она работает без гарнитуры. Антенна внутри. Это некая особенность. А в наушниках звук качественный, но запаса громкости хотелось бы большего. Немного может не хватать в шумных местах. Лоток по две сим-карты и он комбинированный. Можно вставить карту памяти. Также есть резиновые вставки для герметичности. Дорогая, что ты делаешь? Посуда моя. Это что, посуда? По памяти моя версия средняя. 4,32 гигабайта. У младшей 3,32 гигабайта. У старшей 4,64 гигабайта. И старшая так ощутимо подороже. Ссылку на официальный магазин на Алиэкспресс оставлю в описании. Ведь цены могут меняться. Сердце смартфона Snapdragon 450. И что примечательно, в основном такие смартфоны делают на МТК. А тут Snapdragon, что, конечно, хорошо. Это неплохой процессор. Все работает достаточно шустро. А в играх он тот же Snapdragon 625 с таким же видеоускорителем. Поиграть можно во все игры, но в тяжелые на минимальных настройках будет комфортно. Я заметил, что во время игры в танки часто довольно большой пинг, что мешает играть. Хоть Wi-Fi тут выдает отличную скорость. Bluetooth, кстати, 5.0. Все нужные LTE бенды поддерживают, со связью проблем не было. И отлично, что тут есть NFC для бесконтактных платежей. Мы пробовали платить без вопросов. А еще GPS, конечно. Многим он пригодится в путешествии. Работает беспроблемно и есть компас. Направление в картах будет вам показывать. На борту чистый Android 8.1.0. Это еще одна причина довольно шустрой работы данного аппарата. Музыка. 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 Как вы заметили, смартфон после падения и переезда машины выжил. Хоть получил повреждения корпуса, в том числе на резиновом ободке. Музыка. А еще обратите внимание, прямо в корпусе застрял маленький камешек. Ну прямо картина маслом. Кстати, был не один дубль в процессе съемки данного ролика. Он падал больше и дома, и на улице. Но тем не менее, он жив. Интересно, как после падения и переезда машины он выдержит очередное испытание водой. Остался ли он герметичным? Мы доберемся к этому. А сейчас немного о камерах. Модуль тут стоит от Sony IMX486 с апертурой f2.0. И я, если честно, ожидал качество похуже. Конечно, это далеко не камерафон. Модуль не топовый, как и динамический диапазон. Но снимки можно получать довольно-таки неплохие. Впрочем, все на ваших экранах. Пример записи видео на смартфон AGM-A9. Доступно только Full HD 30 кадров. Стабилизации нет. Ни оптической, ни электронной. Но это, в принципе, ожидаемо. Если плавненько делать проводочку, то качества более чем достаточно. Если основной модуль 12 мегапикселей, то фронталка заявлена на 16. И опять-таки, качество вполне приемлемо. Да еще с учетом того, что тут, как вы понимаете, упор не на камеру. Дорогая, а где твой телефон? Дозвониться не могу. Не знаю. Ну где? Давай искай. Батарея 5400 мА с поддержкой быстрой зарядки. И действительно ощущается, что тут батарея выше средней. Если пользоваться без фанатизма, то 2, а то и 3 дня можно выжать. А так целый день с утра и до ночи будет держать. Ведь не только от емкости батареи автономность зависит, а еще и от самой прошивки. Воспроизведение видео заявлено 8 часов железно. И это действительно так. Касаемо быстрой зарядки, то она тут не супер быстрая, конечно. Еще бы. 5400 мА. И полностью смартфон зарядился у меня за 2 часа 47 минут. А вот после этого теста я, если честно, думал, что он не выживет. У смартфона заявлена защита по стандарту IP68. Это погружение под воду до 1,5 метра на 30 минут. Да, мы купали его в речке, не раз бросая, делая дубли. Он там лежал, даже снимал под водой. Но тут после всех падений и тестов стиральная машина, где он стирался в районе 20 минут беспрерывно. То есть он не просто лежал в воде, его колотило в ней, создавая давление. А учитывая, что он мог слегка деформироваться при падениях и проезде по нем автомобиля, были небеспочвенными опасения за его здоровье. Но все работает. После купания звук из динамика будет противным и тихим. Также я плохо слышал собеседника, как и он меня. Смартфону нужно просохнуть, тогда все будет в норме. А еще после речки подключая шнур зарядки, я ощущал скрежет песчинок. Так что надумайте кидать в песок, заглушка в помощь. Хотя после стирки все окей, но не советую экспериментировать. По сути у него по-моему только два недостатка. Это габариты, вес толщиной, что логично. Ну и к дребезжанию кнопок можно придраться. Также одна из придирок состоит в том, что кнопки нажимаются очень легко. Их можно часто нажимать ошибочно. А так это можно сказать на сегодня один из лучших смартфонов в своем сегменте. Потому мне, дорогой подписчик, будет не стыдно подарить его тебе. Для этого нужно быть подписчиком данного канала и канала Музикант. Это новый украиноязычный канал со смешными вайнами. Кто понимает язык, милости просим. Второе. Нужно сделать репост данного видео в вашей социальной сети. Третье. Заполнить простенькую Google форму. В описании добавлю. Где нужно будет указать ваш YouTube канал. Где мы проверим вашу подписку, а также посмотрим репост в вашей социальной сети. По поводу YouTube канала он есть в каждого, кто пользуется Google и YouTube. Условия продублирую в описании. 1 апреля в 20.00 по Киеву мы разыграем данный смартфон во время стрима в прямом эфире. А в следующем видео о потенциальном бестселлере от Samsung с модулем NFC и нормальным ценником. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok